Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю поговорить о работе с обращениями граждан. А еще с нашей гостьей мы обсудим вопросы благоустройства. Присоединяйтесь и вы к нам. Елена Владимировна Кличковская, управляющая делами Гомельского облсполкома, окончила Мозырский государственный педагогический институт имени Крупской академии управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинала воспитателем детского сада Полесского совхоза техникума имени Мицкевича в Калинковичах. С 1992 по 2005 год работала воспитателем группы продленного дня, учителем физики, заместителем директора, директором средней школы. С 2005 по 2007 год возглавляла отдел образования Калинковичского райисполкома. В 2007 году назначена заместителем председателя Калинковичского райисполкома. В 2010 заместителем председателя Гомельского горосполкома. С мая 2013 года работала начальником управления, затем главного управления делами Гомельского облсполкома. На должность управляющего делами Гомельского облсполкома назначена в 2014 году. Задать вопрос Елене Кличковской можно, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Елена Владимировна, у вас богатый опыт проведения прямых телефонных линий. Скажите, пожалуйста, какие обращения, поступающие от граждан, вам приятно получать? Интересно. – Хочу сказать, что во время прямых телефонных линий к нам всегда поступает очень много вопросов, порядка, если называть цифры, от 20 до 40 за то время, когда мы разговариваем. Но всегда наиболее приятно, когда жители обращаются с какой-то инициативой. Там, где они видят какие-то моменты, требующие подсказать власти, чтобы сам город Гомель и Гомельская область стали чище, краше, интереснее. Или наоборот, там, где есть факты, которые требуют нашего быстрого и срочного вмешательства, чтобы помочь людям в их беде по трудоустройству, по благоустройству кладбищ, по какой-то разбитой дороге, по срочному ремонту каких-то электросетей. Мы всегда подключаемся, и те вопросы, которые очень срочные, мы подключаемся прямо в этот же день в субботу, несмотря на то, что он для всех выходной. Ну, об этом мы еще потом поговорим. А вопросы благоустройства, они на слуху и на виду круглый год. Конечно же, вы не можете оставаться в стороне от этой масштабной темы, но в ней тысячи нюансов и деталей. Елена Владимировна, как расставляются акценты? Что самое главное? Хочу сказать, что вот после того, как Владимир Андреевич, дворник наш, председатель облсполкома, ввел в практику, и эта практика уже действует более пяти лет, каждый год мы два населенных пункта Гомельской области приводим в порядок для того, чтобы они стали маленькими европейскими городами. И вот эти акценты, которые он расставляет, поддерживаем все мы. Кроме того, вы знаете, что непосредственно президент нашей республики тоже первоочередной считает тему благоустройства и наведения порядка на земле. Поэтому, начиная с маленьких населенных пунктов, деревень, районных центров и заканчивая городом Гомелем, всегда в начале года определяются основные моменты. То есть в городе это титульные списки, в которых определены, которые дома будут на капитальный ремонт становиться, которые будут становиться на текущий ремонт улицы и дороги, которые будут первоочередное время строиться, убираться или ремонтироваться. В населенных пунктах те деревни, в которых будут сноситься ветхие дома, будут идти благоустройства кладбищ, будут строиться, опять же, дороги или наоборот, где-то надо градировка, дачные поселки. И таким образом выстроена с начала года работа, планы, и все районы защищают их у нас. И в течение года мы стараемся эти планы выполнить практически всегда на 100%. В конце года с удовольствием всегда подводим итоги на лучший район, лучший населенный пункт, лучший город. Конечно, приятно, когда результаты этой работы отмечаются, и приятно, когда на республиканском уровне. В этом году Гомель признан самым чистым, самым благоустроенным городом среди областных центров. Также отмечено в своих номинациях Рогачев, Житковичи, Наровля и Туров. Вот по каким критериям, интересно, там идет оценка? Я хочу сказать, что эти критерии не только для Гомельской области, а постановлением Совета министров, они определены для всей республики. Есть критерии, а их более 30, это и уборка свалок, и ремонт кладбищ, и программа «Чистая вода», асфальтирование дорог, освещение и много-много других критериев, по которым выставляются баллы в течение всего года каждому населенному пункту, каждому районному центру и городу Гомелю. После этого комиссия, которая состоит из шести групп, из шести номинаций, и они, значит, проезжают эти населенные пункты, смотрят действительно выполнение по тем отчетам, которые нам предоставляют, и по наибольшему количеству баллов мы подводим итоги. Кстати, хочу сказать, что город Гомель, он не только в этом году победитель смотра конкурса, а четыре последние годы подряд он занимает достойное место на доске почета в республике по смотру конкурсу на ведение порядка и благоустройства на территории. Хочу хорошо бы, чтобы наши сельские населенные пункты тоже подтянулись и тоже были отмечены в своих номинациях. Конечно, нам бы тоже это хотелось. И, кстати, мы этому уделяем тоже первоочередное значение. Вы посмотрите, ведь последние годы, каждый год два населенных пункта приводятся практически в стопроцентный порядок. И те районы, которые мы уже сделали, Ветка, Ельск, Хойники, Лоев, Рогачев, где прошел день письменности и отмечен на уровне республики, и многие-многие другие. Сегодня это уже малые города, в которые мне стыдно приехать и как зарубежным гостям, и нам. И, кстати, местные жители этих населенных пунктов тоже отмечают, насколько вырос и их уровень жизни, и в целом, после этого, как город привели в порядок, они сами уже с инициативой жителей выходят на населенные пункты, и в этих населенных пунктах тоже приводят в порядок. Кстати, последнее поручение президента, когда он был в Копане, там, где два малых населенных пункта обязательно в год приводить, и со следующего года стартует еще эта программа. Мы будем брать в начале поселки городского типа и переходить на более мелкие. Кстати, агрогородки, о которых мы, опять же, не должны забывать, это уже огромное количество в наших районах. Там, где сегодня жителям представлен достойный уровень. Ну, я надеюсь, что сегодня какие-то предложения или вопросы, инициативы мы услышим. А пока давайте послушаем мнение Гомельчан о том, как изменился областной центр за последние годы, и принимали ли они сами в этом участие. Гомельчан Лучше, конечно, построили, открыли здесь фонтан здесь в парке, благоустройство города идет, я считаю, что довольно неплохо строится. Мне нравится, что Гомельчан стал такой более новый, современный, как бы, руководство города старается для своих жителей, чтобы все им нравилось, было удобно, с детьми гулять, с семьями, как бы, и проводить хорошо время. Стали украшать парки, аллеи. Вот видите, как вот везде вот, везде, где можно, везде украшают. Красивее стало, конечно. Не сравнить, как когда-то было. Лучше, лучше стали, лучше относиться. И чище стало, хорошо стало. За последние годы Гомельчан стал лучше. Ну, в плане, есть новые какие-то постройки, декорации, к примеру, да. Ну, облагородили город. По-моему, стало лучше. Я с этим полностью согласна. Плюс как-то архитектура тоже вроде бы геставнируется местами, где дома новые строят. Привычнее город стал выглядеть. Мне кажется, не изменился. Совсем ничего? Ну, для меня нет. За исключением там каких-то новых открытых мест и все. Конечно, Гомель становится очень красивым городом. Его считают культурным городом. Вот, поэтому с каждым годом становится все лучше и лучше. И это можно видеть вот визуально. Честно, если посмотреть на улицы города. Какой ваш вклад лично в то, чтобы сделать Гомель красивее? Я мусор выбрасываю в урну, а не на улицу. Это очень важно сейчас. Вот, также занимаюсь, можно сказать, охраной историко-культурной ценности города Гомеля. Вот, так как я музейный работник будущий. Вот, поэтому стараюсь участвовать в археологической работе. Но я только приехала из Эстонии. И целый год здесь не была. Таллинн ни с чем не сравнишь. Таллинн красивый город. Европейский. А Гомель? Ну, Гомель старается быть европейским. Так что, город неплохой. Я вам хочу сказать, что посмотрите, как чистят его. Скамеечки везде благоустроенные. Можно пойти, зайти и в кафе посидеть. Так что, хорошо. Изменился очень хорошо и в лучшую сторону. Очень чисто и опрятно. Но я сегодня была на Сельмаша. Случайно совершенно. И посмотрела, в каком ужасном положении находится Сельмаш. Там по улице Чапаева, 9-я школа. Я ходила туда в поликлинику. Вы знаете, настолько чисто здесь везде. И настолько грязно и обшарпано в том районе. Я прямо удивилась, что как-то туда никто не заглядывает. И женщина шла со мной рядом и говорила, да, вся плитка побита была. А вот так вообще, конечно, город нашу нельзя сравнить ни с каким городом. Я была на Украине, никакого сравнения нет. Он стал красивее. Да, здесь ночью особенно очень красиво. Здесь загораются гирлянды. И там вот сзади, ну, такие вот, ну, стоят, дуга такая стоит. Они все загораются. Эта ночь очень красиво смотрится. Здесь очень чисто, мне кажется. Ну, здесь, мне кажется, очень добрые люди. Парк лучше стал. Это однозначно. Вот. Ну, наверное, вот тоже этот пионерский скверик тоже стал лучше. Как-то более благоустраивается все. Ну, а так, как бы, я-то в основном или в парк, или вот в пионерском скверике. Поэтому, как бы, вот мне это видно наглядно, что стало лучше. Вы смотрите «Диалог» у нас в гостях управляющей делами Гомельского облсполкома Елена Владимировна Кличковская. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Мы хотим и ваше мнение сегодня тоже услышать. Елена Владимировна, вот к состоянию центра города, конечно, ни у кого вопросов нет. И претензий тоже. А спальные районы, дворовые территории? Вот этим кто должен заниматься? Знаешь, Олечка, хочу сказать так, что если касаться вопросов благоустройства, то, как вы уже слышали, много сделано, но, наверное, еще больше предстоит сделать. И нареканий дворовых территорий не только города Гомеля, но и других населенных пунктов всегда тоже на слуху, и они всегда, их очень много. Но вот в этой тематике, кроме того, что у нас, как я уже сказала, есть тот перечень, который мы себе наметили, мы всегда подключаемся к инициативе жителей, товарищества собственников, кооперативы. Те, которые сами собираются и благоустраивают возле себя территорию, покупают даже детские игровые площадки. Мы туда тоже подходим и тоже помогаем какими-то своими силами и своими средствами. Где есть вот инициатива каких-то активных людей о том, что мы вот сделаем это, помогите нам сделать лавочки. Мы всегда тоже сразу же вот услышали это. И здесь же где-то даже иногда меняем планы и подключаемся к этим людям. Также хочу сказать, что ведь у нас еще вот есть такой менталитет. Большой дом, порядка там 100 квартир, и если молодежь, и там кто-то говорит о том, что я хочу беседку, мы хотим в ней отдыхать с молодежью, и все. Тут же появляется несколько звонков жителей более старшего возраста, которые говорят о том, что это сборище, вот они шумят, они до 11 или позже слушают громко музыку, они там еще что-то. Поэтому мы всегда, ну так скажем, дозированно подходим ко всем тем моментам, с которыми к нам обращаются. Но инициативу всегда поддерживаем. Поэтому если к нам будут такие звонки, предложения, всегда к этим дворовым территориям пойдем. А Сельмаш, он действительно, он всегда самый сложный, это всегда самый старый район города Гомеля. И, как правило, почему-то там меньше всего инициативы самих жителей. Вот такая тенденция, да. К сожалению, да. Ну что бы вы посоветовали тем, кто недоволен состоянием своей дворовой территории? Потому что, конечно, по желанию всех свои. Пенсионерам нужны лавочки, молодежи беседки, детям игровые площадки, автомобилистам, которых очень много сейчас. Нужны парковочные места, и чтобы ровненький был асфальт. Вот, хочу сказать, что, вот, оно, наверное, избитая фраза, но она есть, что чисто всегда везде там, не там, где чистят, а там, где не сорят. Так вот, если каждый житель, который живет у себя во дворе, сохраняет все то, что там есть, не пишет в подъезде, не ломает лифты, не ломает лавочки и те же самые беседки. Ведь часто получается так, выстроили игровое оборудование, а вечером уже подростки старшего или какого-то возраста что-то поломали, где-то попробовали посидеть, стены описали, там, я тебя люблю, или еще какие-то, ну, понятно, свои эмоции. Граффити нанесли, решили, что так будет красивше. И потом получается, что идут обращения, благоустройте нам подъезд, благоустройте дворовую территорию. А когда человек, который там живет, и своего ребенка наочи, что вы правильно относитесь к тому, что уже сделано, будет намного лучше. А к ямам на дорогах, к благоустройству и к лавочкам мы обязательно дойдем до всех. Немножечко кому-то надо потерпеть, это не сразу всем, а как каждый у себя рассчитывает свой бюджет в кошельке. Точно так же и мы, государство, район, область рассчитываем свои денежки. И обязательно потихонечку, но придем ко всем. Спасибо, Елена Владимировна. К нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый день. Меня зовут Валентина, но вот я бы, конечно, центр у нас красивый год, много делается, не могу сказать, что ничего не делается. Ну, вот я живу западом 12 лет, в частности. У нас ходит одна семерка, троллейбус, который уходит в 40 минут, или 16-й автобус. У нас есть один только магазин, ни банкомата, ничего. В частности, я живу на, ну вот, у нас по Барыкино, остановка Сосновая. У нас только один магазин, который можно купить, как бы не очень большой перечень, банкомата нет. Для того, чтобы даже элементарно заплатить какие-то коммунальные услуги, надо идти или же ехать. Скажите, пожалуйста, вы обращались со своим вопросом уже к кому-то, может быть, к депутату, который представляет интересы вашего округа? Дело в том, что мы вопрос поднимали, да, вот возле нас, как бы, сосоник такой замечательный, можно его как-то было богоустроить, мы согласны были помочь. Хотя его собирается, насколько мы знаем, сносить. И вот, получается, мы живем в городе, но как далекий деревник. Сейчас попробуем разобраться. Спасибо большое за ваш звонок, Елена Владимировна. На самом деле, вот в череде всех изменений, которые Гомель претерпевает, как-то этот микрорайон остается немножко таким островком, где все остается по-прежнему. Возможно, вы правы, хотя сегодня, обратите внимание, что касается, вот давайте постепенно, как задавали вопросы, автобусных передвижений и маршрутов 16 и 7, Я себе пометила, мы обязательно еще раз поручим нашему управлению транспорта и коммуникации посмотреть режим движения, посмотреть количество пассажиров и пассажиропоток во время всего движения этих автобусов. И попробуем, если это надо, или сделать большее количество, или промежуток времени, или то, что нам задали, посмотрим. По магазинам я не совсем согласна, потому что сегодня у нас, так скажем, магазины все частные. Практически государственных магазинов не осталось. И та сеть, которая сегодня существует, она достаточно большая, а магазинов, так скажем, пошаговой доступности, их остается меньше в связи с тем, что большие их вытесняют. Сегодня возле Соснова есть Евроопт рядышком, там же на Речицком очень большой открыли магазин «Мандарин», в котором. И вы знаете, что правильно, где-то тяжело дойти до этих больших магазинов. Автомобилистам, конечно, да, удобно. Удобно, молодежи и всем остальным, а пешеходам далековато. Но в целом в этом микрорайоне выставлено три здания для того, чтобы частники могли купить и оформить их под магазин. Процесс этот идет, и, к сожалению, как только появится инвестор, магазины появятся. Но сегодня во время конкуренции торговой тоже очень трудно выживать. Но я опять же пометила, и Управление торговли посмотрит, насколько еще какие участки можно на этой территории предложить. А благоустройство мы не доходим туда. Почему? Потому что существует, вот утвердили уже в этом году, генеральный план города Гомеля. И там есть места застройки, места благоустройства. И обязательно на следующий год пятый микрорайон, он там, вы видите, шведская горка застраивается, озеро там немножечко благоустраивается. Еще какие-то идут вопросы, которые подключаются власть. И потом уже, когда этот микрорайон будет сформирован, попробуем сделать его навести лоск и сделать его каким-то единым таким ансамблем архитектурным. Для того, чтобы он тоже смотрелся очень интересно, как и центр города Гомеля. Спасибо, Елена Владимировна, за ваш такой подробный ответ. Как-то незаметно мы экватор программы перешагнули. Предлагаю перейти уже к теме работы с обращениями граждан. И начать предлагаю с сюжета. Наши корреспонденты нашли несколько интересных примеров. Давайте посмотрим. В коммунальном унитарном предприятии «Горэлектотранспорт» говорят, что мониторингом работы гомельских троллейбусов занимаются постоянно. В конце концов, это в интересах самого предприятия. Чем больше перевозится пассажиров, тем больше доходы. Кстати, в будние дни на городские маршруты выходит до 150 машин. Последние годы их оснастили видеорегистраторами, что сразу повлияло на безопасность движения в целом и самих пассажиров в частности. Кроме того, в Гомеле появились троллейбусы с системой видеонаблюдения не только за дорогой, но и за ситуацией в салонах. Хотя в «Горэлектротранспорте» не отрицают говорить об идеальной организации движения пока рано. А поэтому предложения гомельчан лишними никогда не будут. Именно после их обращения в обл. исполком на предприятии пересмотрели график движения троллейбусов третьего маршрута. На предприятие поступило обращение пассажиров по вопросу изменения интервала движения по маршруту номер 3. Проведя обследование пассажиропотока, мы приняли решение изменить расписание движения по данному маршруту. Ввиду того, что это действительно было целесообразным. Хотя не все вопросы решаются так оперативно. Этот дом на улице Мира, 78, в агрогородке Холмич Речицкого района на несколько лет стал камнем преткновения между местным сельхозпредприятием и проживающей в нем Марии Будник. Ситуация, кстати, нередко встречающаяся практически во всех районах. 15 лет назад этот дом за счет кредитных ресурсов построило хозяйство. После соответствующего обращения Марии Будник разрешение на его выкуп в частную собственность то давали, то отменяли районные, областные и даже верховные суды. Вопрос решился только после того, как женщина побывала на личном приеме у председателя Гомельского обл. исполкома. Резолюция губернатора гласила решить вопрос в рамках действующего законодательства. Законодательство оказалось на стороне Марии Будник. Спросили, сколько вы проработали, сколько вообще в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве я проработала 39 лет, в комбинат Холмит 27. Ну и пришли к такому обоюдному согласию, что нет причины отказать мне продажи дома, учитывая многолетний труд в сельском хозяйстве. И, конечно, большое спасибо. Ко мне прислушались, пошли мне на встречу. Я очень благодарна и нашему губернатору, и главному начальнику дела юстиции. Его непосредственно коллеги неоднократно звонили и спрашивали, на какой стадии у вас находится, решается вопрос. И также спасибо всем, кто мне помог в решении вопроса. Я всем очень благодарна. Положительно решилось и обращение в обл. исполком жительницы дома 123 по Речицкому проспекту в городе Гомеле. Построенный 20 лет назад, он стал пропускать влагу, что привело к наличию сырости в некоторых квартирах. По заключению комиссии произошло частичное выветривание раствора швов в кирпичной кладке. То ли раствор тогда оказался некачественным, то ли строители отнеслись к работе недобросовестно. В 2016 году было произведено оштукатуривание одной квартиры. В текущем году данные работы были выполнены по пяти квартирам. Заявитель претензий не имеют в настоящее время по качеству выполненных работ. Впрочем, это обращение отправлять в архив все-таки еще рано. Если сырость в квартирах появится вновь, то жители могут обратиться к коммунальникам еще раз. Повторное обследование в таком случае будет проведено уже специализированной организацией с применением тепловизоров. В случае необходимости работы на наружной стене проведут снова. Однако тогда речь уже будет идти о полноценном утеплении за бюджетные средства. Вы смотрите «Диалог». Сельмаш. Сельмаш. Спасибо большое. Пометьте, пожалуйста, Элина Владимировна. Я услышала вопрос, не готова сейчас ответить. Знаю, что он у нас в плане этого озера было и план по нему есть, но, так скажем, возникли в этом году финансовые трудности. Но точную информацию, если вы выйдете на сайт администрации железнодорожного района в разделе благоустройства, или можно по короткому номеру смс 142 задать этот вопрос, и вам более конкретно по этому озеру ответят уже специалисты администрации ЖД района. Таким образом, мне не придется искать ответ, и не готова сейчас, не помню. Ничего страшного, узнать при помощи смс-ки несложно. Елена Владимировна, в жизни многих из нас порой возникают ситуации, в разрешении которых нужна помощь. Такое право у всех жителей страны есть. Расскажите, пожалуйста, как его реализуют жители нашей области. Хочу сказать, что жители нашей области, так скажем, обращаются к нам очень часто. Но если взять статистику по республике, то по рассмотрению обращений и поступившим обращениям мы находимся на третьем месте. То есть наши граждане не более чем в других областях и не менее обращаются к нам и в вышестоящие инстанции. В целом, чтобы мы понимали, в область полкома в день поступает порядка ста обращений письменных, устных, электронных. И в райисполкомы не менее, в целом за девять месяцев поступило около трех тысяч, если называть цифру. Но это меньше, чем в прошлом году, на 14%. Ну, это снижение, оно уже несколько лет у нас продолжается, да? Да, да, да. У нас несколько лет уже наблюдается снижение. И это как раз вот говорит о том, что ту первую тему, которую мы с вами обсуждали, вот оно само собой говорит само за себя. Потому что основная масса обращений – это обращения жилищно-коммунального хозяйства. Ремонты дорог, улиц, благоустройства, дворовые территории и так далее. И чем больше мы их делаем, тем меньше обращений по этой тематике у нас становится. Да, со временем острота каких-то вопросов, она снижается, и они сами собой исчезают из этого объема. Еще один способ обратиться, мне кажется, что он даже более удобный и более простой – позвонить на прямую линию исполкома, который все исполнительные комитеты проводят по субботам. А вот эта форма обращения, она сейчас так же популярна, как когда только появилась? Или уже тоже интерес к ней проходит? Интерес, так скажем, немножечко поутих. Обращений на прямую телефонную линию стало меньше, но очень многие люди, им так удобнее, чем написать или обратиться в интернет. В субботу в удобное для них время они все дома сняли телефонную трубочку, набрали и попадают прямо к нам в облсполком, или в районы центра, или в администрацию, в горе с полком. И она оправдана, потому что позволяет более быстро решать те проблемы граждан, которые они хотят решить. Но хочу сказать, что, к сожалению, к нашему, к сожалению, иногда поступает очень много звонков от тех граждан, которые уже к нам неоднократно обращались на прямую телефонную линию, а некоторые хотят какие-то свои личные вопросы решить более быстрым способом, как они считают, позвонив сразу в облсполком на прямую линию. Хочу сказать, вот есть такая статистика, когда в облсполком мы принимаем порядка 30-40 вопросов, и в это время в райисполкоме порядка 10-15, а иногда в администрациях 4-5 звонков. То есть человек считает, что чем выше он позвонит, тем быстрее решится его вопрос. Хотя процедура такова, что после того, как мы приняли телефонный звонок, мы все равно обращаемся в администрацию, в райисполком, в организацию, для того, чтобы поручить им вначале самим выполнить это поручение. Хочу также сказать, что на прямые телефонные линии многие звонят впервые, то есть они не обратились в райисполком или в селисполком, а сразу же им удобно, они набрали телефон, задали свои вопросы. Иногда есть более кричащие серьезные вопросы, но человек не может дозвониться в связи с тем, что в это время сейчас мы разговариваем с человеком, с тем, с которым уже или переписка прекращена, или суды верховные прошли, или же человек просто хочет выговориться, и он позвонил на прямую линию, и долго-долго рассказывает свою жизнь. А я сейчас очень прошу жителей, которые нам звонят на прямую телефонную линию, постарайтесь, когда вы звоните, формулировать свои вопросы таким образом, чтобы в них сразу была видна суть, и мы дали возможность многим другим дозвониться тоже до нас, и задать свой вопрос, сказать свою проблему. Совершенно согласна. Там, где есть право, там порой есть и злоупотребление этим правом. К сожалению, да. Да. Скажите, пожалуйста, какие жалобы признаются необоснованными? Не то, что необоснованными. Я хочу сказать, что, Олечка, ты, наверное, не совсем правильно формулируешь. Не жалобы необоснованные. Если рассмотреть все обращения, то мы их делим на три типа. Это заявительный принцип, есть жалобы, а их очень мало, порядка 9% от всех обращений. И есть вопросы разъяснительного характера. У нас, как правило, больше всего вопросов разъяснительно и заявительного характера. Жалоба, она считается тогда, когда человек жалуется на ответ ниже стоящего органа, ниже стоящего, на решение его каких-то проблем. Ну, наверное, только жалобы и может быть необоснованными, да? Да. Ну, вот, допустим, человек говорит о том, что, да, исполком вышел, поручил, дорогу ему сделали грядированную, а он бы хотел, асфальтированную. И то есть он таким образом считает, что его обращение до конца не выполненное. Но есть, допустим, такое обращение, когда человек там говорит о том, что у дома нету пандуса, сложно инвалиду выйти, и он обращался в райисполком, и, к сожалению, они в силу каких-то причин финансовых, в силу, может быть, невнимательного отношения, или когда конструкция дома не позволяет этот пандус. Иногда просто есть и такие факты, и черствости не буду скрывать, и за это очень много чиновников в прошлом году и в этом поплатилось. Порядка 143 человек наказаны выговорами, лишениями премий за некачественное рассмотрение вот таких обращений. Поэтому везде есть человеческий фактор, и мы на него реагируем, и особенно на обращение очень остро. Я как бы хочу сейчас повторить слова Натальи Ивановны Качановой, главы администрации президента, которая везде и всюду, где бы она ни проводила эти прямые линии, встречи с населением, говорит, что не важно только слушать человека, важно его еще услышать. И каждый чиновник на своем месте должен слышать и слушать, и максимально помогать. Ну вот мне кажется, что ямки на дороге можно потерпеть. А когда речь идет о том, что человеку в коляске просто не выбраться из этого дома, то это, наверное, должно быть все-таки первоочередной задачей, даже если это всего один человек. Совершенно верно. И я хочу сказать, что к таким обращениям наш председатель облсполкома относится очень трогательно, скрупулезно и ставит перед нами задачу так, что мы обязательно эти вопросы решаем. И не дай бог, вот я хочу сейчас сказать, такой вопрос к нему попадет после того, как человек обращался в нижестоящие инстанции и не могли решить. Такие вопросы ставятся на контроль, к таким людям выезжают комиссионно и стараются максимально, если нет возможности сделать пандус, то хотя бы придумать какой-то момент вплоть до того, что предлагают человека переселить на первые этажи или еще какую-то помощь. Да, для того, чтобы все равно решить такие вопросы. Но, к сожалению, не остаются, Оль, и много еще вопросов. Их еще будет очень много. Очень много старых построек, очень много старых домов. Их будет очень много, но этим нужно заниматься всерьез. На самом деле здесь очень важны особенности личности человека, который слушает, и который готов, либо не готов откликнуться. Но в чем причина появления повторных жалоб? Почему иногда переписка может длиться 10 лет с гражданами? К сожалению, есть и такие, когда человек в какой-то своей проблеме начинает зацикливаться, он не ищет пути решения, а считает, что вот только так должно быть. И в основном это земельные споры, споры по наследству и споры по имуществу. Как правило, у этих людей уже давно прошли все суды вплоть до Верховного. И там, где власть не имеет права и не может уже вмешаться, а все равно человек хочет, чтобы было так. И меня всегда иногда удивляет, и я этих людей, когда встречаюсь с ними, стараюсь примирить, когда делят 30 сантиметров земли участка, когда идет спор о 20 сантиметрах по переносу забора, когда годами какая-то сложившаяся традиция, то есть гараж стоит на границе участка, по теперешним нормам он не должен, а там полметра или метра должен быть до него, и вот эти соседи друг друга начинают уже ненавидеть. А хуже всего, когда это происходит с родственниками, когда они начинают делить свое даже, так скажем, имение родословно там, где они родились, и они не могут поделить, кому какая половинка и сколько должно отойти. И назначаются комиссии, мы выходим к таким людям, просим примирить обе стороны, но, к сожалению, может быть, я немножечко так вот и грубо скажу, но в деревне говорят, что иногда у таких людей, знаете, какая правда, что хорошо, что не моя коровка упала или сдохла, а плохо, что у соседа живая. И вот надо обязательно уже дождаться того момента, вот когда у него тоже она сдохнет, вот тогда у нас будет хорошо у этого соседа, который с другой стороны. И на каком моменте прекращается это рассмотрение, или оно не прекращается никогда? Потому что пересмотр судебного решения невозможно. Если по закону об обращении граждан, если в течение какого-то периода у человека не возникает новых доводов в рассмотрении таких вопросов, то переписка с данным человеком по конкретному вопросу прекращается. К сожалению, даже с теми, с кем прекращена переписка, их наш председатель область полкома все равно принимает, все равно выслушивает, все равно находим какие-то моменты помочь этим людям в решении их вопросов. Если не в делении земли, то может быть в каких-то других моментах. Но и очень обидно, когда люди этим злоупотребляют. Очень обидно, когда очень много времени чиновников уходит для того, чтобы рассмотреть то, что мы не можем поправить, ну то есть перенести гараж, или убрать склад. То, что изменить невозможно. То, что изменить невозможно. Спасибо вам огромное за сегодняшний диалог. Думаю, что он очень многим был сегодня полезен. Спасибо вам. Управляющая делами Гомельского область полкома Елена Кличковская сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому!